Уютный уголов в глубине микрорайона Восток – это детский сад номер 39. Творческие и креативные воспитатели и сотрудники технического персонала сделали из обычного дворика настоящую красоту. Клумбы и цветники органично вписались в ландшафт. А вот кардинальное преобразование ждали одной из групп. Здесь был проведен капитальный ремонт, заменены окна и пол. Во многом благодаря спонсорской поддержке. 1 сентября в саду заработает интегрированная группа. Вместе с обычными детьми сюда придут малыши, имеющие особенности психо-физического развития. Интеграция – это очень востребована сейчас группа, которая помогает детям с особенностями психо-физического развития адаптироваться, социализироваться в пространстве. И, конечно, такой двоякий процесс, когда нужно и детям подготовиться к поступлению и к общению со сверстниками более здоровыми. И нам подготовиться к открытию этой группы, подготовить и группу, и укомплектовать кадрами необходимыми. Поэтому, в принципе, мы в процессе, но уже готовы практически. Актовый зал средней школы номер 28 уже практически готов к встрече с учениками. Он стал более светлым и просторным. Работы провели во многом своими силами. Инициативу проявили и работники учреждения. Год от года школа становится все более современной. При ремонте здесь отказались от обоев и перешли на декоративную штукатурку. Как показывает практика, это более долговременно и практично. Мы запланировали в этом году капитальный ремонт актового зала, это как основа. И несколько кабинетов учебных, тоже как в стандарте мы делаем. То есть полная замена покрытия стен, ремонт покрытия пола. Естественно, наведение порядка, косметический ремонт по коридорам, спортивным залам, столовой, ну, другим учебным помещениям, помещениям школы. В седьмой школе, параллельно с масштабными ремонтными работами, был переделан лестничный марш, появляются новые интересные дизайнерские решения. Талантливый коллектив стремится идти в ногу со временем. Поэтому у входа в актовый зал в этом году была оборудована яркая фотозона. Часть кабинетов полностью отремонтирована благодаря педагогам и родителям. Реновацию пережило и помещение для технического персонала. Я веду учет, считаю, использовали порядка уже 40 тысяч средств, которые и сами заработали через образовательные платные услуги, и которые пожертвовали родители. Ну, а помощь областель строя – это порядка, на сегодняшний день, 12 тысяч рублей. Планируем еще восстановление ограждений, перила, уделяем внимание подготовку территории. Появляются у нас на территории новые габионы. Мы тоже, с учетом ситуации, которая в этом году сложилась, работы по благоустройству на территории школы проводят и в летний период учителя. Мы откорректировали график, чтобы было кому работать. В основном справляемся. Каждое из учреждений образования Московского района постаралось привнести в очередной ремонт что-то новое. Где-то идеи поддержали спонсоры, где-то инициатива исходила от родителей, где-то и сами педагоги были готовы потрудиться на благо родной школы или детсада. Завершить большую часть работ планируется в первую неделю августа. Тогда же и начнутся их проверки комиссиями для получения паспортов готовности. Работы ведутся как за счет средств бюджета, внебюджетных средств и спонсорских средств. Бюджетные средства нам позволили к новому учебному году изготовить проектно-сметные документации пищеблока средней школы номер 23 с последующим проведением. Там капитального ремонта и проектно-сметную документацию на установку лифта в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации ВЕДА. Кроме того, бюджетные средства это и ремонт кровель, и фасадов, и благоустройство территорий, которые мы сегодня видели с вами, когда проезжали по отдельным учреждениям образования. Будем стараться для того, чтобы наши дети, наши родители с 1 сентября вошли в комфортные, уютные, безопасные учреждения образования. Анастасия Ноздрин-Кладницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.